Это Политека, меня зовут Анастасия Мусарева, и мы с вами здесь встречаемся, чтобы проанализировать все происходящее. У нас много событий, у нас много высказываний, наша с вами задача во всем этом разобраться. Так уж сложилось, что мы с вами живем в книжке по истории, и, в общем-то, будем с этим всем вместе разбираться. Для этого мы приглашаем экспертов, гостей, которые вместе с нами анализируют, расставляют акценты и обращают наше внимание на те важные вещи, которые являются базой для понимания ситуации. Алексей Юрьевич Кучеренко сегодня у нас в гостях, народный депутат Украины. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Вітаю вас, шановная паня Анастасия, шановные телеглядачи. Одразу хочу попередить своих дописывающих, своих френдов, которые будут смотреть этот эфир в «Краинномовных», что, враховывая то, что этот канал Политека значительно смотрят русскомовные украинцы, а они таки же сами украинцы. И працювать с ними нужно так же, как и с усима. И это не является сегодня каким-то незаконным. Одразу хочу попередить. То я, враховывая побажания ведущей, я буду разговаривать с этими украинцами российской мовой, но у меня нет сомнений, одразу заполняю, что украинская мова, как единственная государственная, это даже никто под сомнений не ставит. Я весь с вашими услугами. Да, спасибо вам большое. И сразу отмечу, что нас смотрят, кстати, не только украинцы, нас смотрят страны Балтии, нас смотрит Казахстан. И это тоже та аудитория, с которой надо работать. Очень много европейцев, они так поучились, они знают больше русский язык, и поэтому они очень умные, они нас любят, уважают, они нас поддерживают, но они понимают хорошо русский язык. Поэтому будем это учитывать. Да, и также еще с Азербайджана нам часто передают приветы, так что, друзья, это тоже надо учитывать. Мы должны доносить свою правду везде, куда можем, так, чтобы она была понятна, она была услышана. Это главная задача и это главная миссия, а не расприи и все остальное, что происходит. Алексей Юрьевич, давайте разбираться вот в чем. Значит, посмотрела я тут телеграм-канал вашего коллеги, Ярослава Железняка, он сообщает нам кучу приинтереснейшей информации. Значит, он говорит следующее. Минфин сообщил, что в программе МВФ есть положение, что если в бюджете 2025 будут существенные изменения в доходах и расходах, то будет требование о дополнительном повышении налогов, включительно с НДС. Далее он говорит, я уточнил, есть ли в параметрах, в которых сейчас внесено в бюджет 2025, это необходимо. Значит, ответ нет. В таких макропоказателях, которые внесены в бюджет, не надо дополнительно балансировать ничего, кроме Кабминовского закона 11.41.6.d. И Минфин согласился на налог на банки. Далее он говорит, Минфин, двоеточие, то есть сообщает, будут предлагать голосовать повышение податков, так сказать, задним числом, то есть с 1 октября. Далее Комитет Верховной Рады принял к повторному чтению, значит, первую версию законопроекта, который касается повышения налогов. То есть там, где военный сбор, там, где 1% на все формы ФОП третьей группы, военный сбор с 1,5% до 5%, увеличение налога на первую и вторую группу, авансовые взносы на АЗС, 25% прибыли на финустановы, месячная отчетность ПДФО для экономической брони, 50% налога на прибыль банка в 2024 году. У меня вопрос очень простой и лаконичный. Объясните нам, что у вас там происходит? У вас, я имею в виду, в Верховной Раде. Не знаю, что-то происходит. Я распалываю виднее, потому что, честно скажу, то, что происходит в Министерстве финансов, в договоренностях с МВФ, которые я по своему опыту знаю, абсолютно не факт, что это всегда вымоги, вот эти требования МВФ. Я очень хорошо знаю, как наши чиновники или руководители крупных корпораций всегда умудрялись вставлять в меморандум СМВФ то, что им нужно было, а потом шантажировать украинский народ якобы злым вот этим вот плохим дядькой МВФ, который все вот это постоянно требует, повысить тарифы, повысить податки, курс отпустить и так далее и тому подобное. Это такая игра взаимная. Финансисты – это отдельный мир. И вы знаете, вот эти финансисты, которые, ну и нынешние там министр финансов, это Сергей Марченко, это такая всегда вещь в себе. У них там свои какие-то контакты, свои интересы. А вспомните Гонтареву, да, а вспомните Ярейска, которые точно не на Украину работали, когда они в соответствующих финансовых институтах или Минфине, или Нацбанке. У них главная задача – это где-то что-то, соорудить какую-то финансовую схему, чтобы потом на ней заработать, ну и поделиться. У них там свои алгоритмы деления, и поэтому они придумывают вот эти всевозможные облигации, обслуживания, формулы достаточно сложные. Они всегда сопровождаются какой-то риторикой, ну как бы вроде бы это и для нас, а потом как бы оказывается, ну куча парадоксов таких, да, что банковская сфера стала сверхприбыльной в Украине, что там, ну там своей жизнью они живут, реальный сектор-то по сути и не кредитуется, а они зарабатывают огромные деньги. Я даже не про их зарплаты, это то, что там космические зарплаты, которые сами по себе есть, сценичными в этой ситуации, ну это как, к сожалению, мы уже почти к этому привыкли. И поэтому, поэтому, то, что у нас сегодня обсуждалось на фракции, потому что завтра заседание, и, собственно, будут эти баталии. Это первое, это вот этот закон о военный бюджет на этот год. Там будет предлагаться какое-то, ну кардинальное решение спасения, по сути, спасения наших сбройных сил, которым, как оказалось, внезапно нечем платить заработную плату. И я здесь просто, когда прочитал объяснение премьера, ничтоже сумяшись, да, как это по-русски, что, ну мы планировали, что военные, мы не планировали, что военные действия будут во втором полугодии, до четвертого года, поэтому мы спланировали их только на первое полугодие этого года. Ну, что еще, какие вопросы еще? Ну, вопросов больше не имею. Кстати, премьер за последние недели там наговорил такого и в энергетике, и в финансах, но у меня, честно, ну я понимаю, что вообще не о чем там говорить. Это реально какой-то, ну, фунт, который исполняет какие-то роли, речи, которые ему пишутся где-то там, он обслуживает все это дело, но реально там не то, что лишено смысловой нагрузки, то, что он там наговорил по укрытиям, там и по энергорынку, и по так далее, это просто, это лишено здравого вообще смысла хоть какого-то. Поэтому вы знаете, наверное, что наша лидера Тимошенко и ролик, соответствующий, записала, и она выступает, а и что бы там кто ни говорил, ЮВЭ хорошо знает и понимает бюджетный процесс, еще с того момента, как она была главой бюджетного комитета, она понимает структуру бюджета, доходов, расходов, бумаг, ценных и так далее. Она как бы предлагает алгоритм, как можно выполнить свой долг перед Бройными силами Украины, не повышая податки. Ну вот сегодня мы, кстати, вот это она и будет. Завтра выступаю в Верховной Раде, и на Погожельной Раде, и в зале Верховной Рады, потому что бюджетный комитет, он работает в своем алгоритме. У нас, к сожалению, даже, по-моему, во фракции нет членов, а нет, есть Крулько, член бюджетного комитета, первый зам, да. Мы пытаемся доносить свою позицию постоянно, но не всегда удается. Я не хочу обидеть ни в коем случае и пани Роксова, ну, под глазу очень милая девушка, вот, но всерьез считать, что она самостоятельный, глава самостоятельного бюджетного комитета абсолютно не приходится, давайте будем реалистами. Поэтому, по сути, все сценарии прописываются где-то в другом центре принятия решений. Но мы будем свою правду доказать, пытаться доказать, что можно обойтись и без повышения налогов для того, чтобы закрыть дырку перед Збройными силами Украины. Правильно ли я понимаю, что если к вам не прислушаются и будут вот в том виде, в котором есть этот законопроект, выносить на голосование, вы его поддерживать не будете? Именно так там будет либо красная кнопка, либо желтая. Ну, то есть, соответственно, вот трима тысячи или... Также появилась информация о том, что... Это абсолютно понятно. Вот в этих условиях дополнительное время налоговое положить на украинцев. Мы единственное, два налога мы поддерживаем. На игральный бизнес раз в 10 больше, чем он есть на сегодня. И на банковский сектор раз в 10, чем он есть на сегодня. Это мы будем аплодировать. Это реально то, что может помочь. А у вас есть понимание, на чем базируются вот эти вот предложения о повышении налогов? Вот одно из последних, это также Данил Гитманцев бы сказал, что сейчас посылки, которые вот из Китая заказывают, из международных этих площадок, раньше было 150 евро, оно облагалось налогом посылка, сейчас планируют снизить этот порог до 45 евро. Что стоит отметить, что это вот дешевые такие китайские площадки, оттуда закупают товар многие магазинчики маленькие, всякие, и как бы продают потом? Мы посмотрим на эту норму, но если это действительно так, как по мне, ничего плохого, зазорного я в этом не вижу, с учетом того, что Китай по цене, мы понимаем, как это важно, особенно для малообеспеченных семей, которые либо могут напрямую купить по интернету, либо бы там, или в магазинах, это их жизнь, выживание этих торговых сетей, там же какие-то люди, они зарабатывают какие-то деньги, кормят себя, своих семьи, платят какие-то налоги, ну слава богу, перекреститься надо в этой ситуации. Поэтому это... Да, но ведь Данил Гитманцев говорит, что сейчас эти люди должны будут платить налог с каждой своей посылки, которая будет стоимостью 45 евро и выше. До этого налогом облагались только те посылки, которые 150 евро. Говорит о том, что у Гитманцев хочется лезть в карманное бедо, понимаете? Да. У меня простой пример, но вот он неубиенный, и ни один слуга, ни один Гитманцев мне ничего на это не может сказать. Я вам задаю простой вопрос. Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот есть, например, глава Укрнапты, глава правления Корецкий, который зарабатывает в месяц полтора миллиона гривен. И есть работяга какой-то, который зарабатывает в месяц 15 тысяч, то есть ровно в сто раз меньше. А почему они должны оба платить одинаковый подоходный? Вот дайте мне хоть одну какую-то аргументацию, понимаете? Почему я действительно не начать облагать податков, рост, вот этот вот, доходы колоссальные. Ну, казалось бы, вот там надо искать, да, эту дополнительную часть. Эти все сверхприбыльные сферы бизнеса, это предпринимательство, игра игровую, там, какое-то микрокредитование, это чертово, там, банковская сфера и так далее. А здесь посылки, чтобы залезть к кому? Людям, которые получают эти несчастные 15 тысяч, и они, понятно, хотят что-то дешевое себе купить, чтобы детей одеть. Вы же хотите, чтобы они детей рожали по два, на семью, а детей надо кормить, одевать, вот что-то там, да, крутиться как-то надо, зарабатывать. А что влезете к ним в карман в этой ситуации? Ну, это, ну, это там, там морали никакой нет, логики нет, объяснения нет. Они хотят вот таким образом, как бы, ну, типа, закрыть эту бюджетную 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 бюджету. Украинцы, ну, вам надо все это запоминать. Мы находимся в такой яме политической, когда, к сожалению, политический процесс урезан и медийно, там, и с точки зрения выборов, потому что любой политический вопрос, и выборы, это соревнования, да, это конкуренция за право получить доверие избирателей, да, сейчас этого нету, и поэтому те бесчинствуют, потому что я понимаю, они понимают, что они зашли первый и последний раз, у них есть какой-то квант времени, за который они должны хорошо упаковаться, и мы видим, как они упакуются. Каждый день практически мы уже видим, да, эти фото, на БУ, доллары разложенные, бюджетные программы, стройка какая-то идиотская, и везде миллиарды, машины какие-то покупаются, сумасшедшие, дочки какие-то, жены где-то там, Монте-Карло, там, в Лондоне, фотки шлют, там, Португалия, из Испании, ну, там все хорошо, да, 30 квартир у главы антимонопольного комитета, или 40, кто их считал, 30-40, да, ну, молодец парень, ну, пацан молодец парень, в этой ситуации надо, как бы, ну, как, вот скажите, как собственник такого война может бороться с монополиями, там, энергетическими, там, в экономике, ну, никак он не может, он будет имитировать эту всю бурную деятельность, поэтому, и все это просто, вот, записывайте себе, откладывайте, напоминайте, потому что придет время, собирать эти камни, понимаете, и каждому должно воздастся по заслугам, соответствую со всеми там, канонами. Абсолютно то. И жизнь. Издание «Политика» сообщает, что без разрешения на удары по территории Российской Федерации украинская энергетика зимой не выстоит в войне. Разрешение мы еще не получили, более того, вроде бы как, по источникам западных СМИ это разрешение нам должны дать на Генассамблее ООН. Американцы должны дать согласие британцам, которые разрешат нам использовать «Шторм Шэдоу». И 25 сентября Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Журналисты отмечают, что общие дебаты начнутся 24 сентября, в тот же день, там должен выступать президент Ша Байден, а на следующий день, 25 сентября, будет говорить президент Украины Зеленский. Но мне что-то подсказывает, что удары в клубь России это не единственное, что должно спасать нашу энергетику, а еще и укрытие, и все остальное, и какие-то альтернативные планы. Так вот, у меня отсюда вопрос. Как вы считаете, действительно ли удары вглубь России решат наш энергетический вопрос, и готовы ли мы к СМИ? Непростой вопрос. Я не военный человек, я просто себя считаю аналитиком достаточно адекватным, хотя есть безусловно сферы, где и рациональные законы действуют, но тем не менее, как я понимаю картину, часть картины мира об устройстве энергетического в Украине. Реально, конечно же, стабильное энергоснабжение, основным фактором его является процентов на 80, это силы против поветренной обороны. Слава Богу, сегодня ночью они сбили 53 из 56 тарахтевок, а вот у меня прямо над домом ночью я проснулся, пролетел этот гад, и я вот лежал и думал, ну что, идти мне вниз, не идти. Ну, а потом 3 минуты, ба-бах, его сбили, слава Богу, но очень как-то так, на войне, как на войне. Вот, поэтому, именно противовоздушная оборона, конечно, в первую очередь, это патриоты, и какие-то схожие, по тактико-техническим данным, системы, это максимальная гарантия. Второе, вот эта вот наступательная доктрина, ну, военным виднее, это такая-то серьезная штука, и не только военно-политическому руководству. Мы знаем, что наше руководство давно и агрессивно, и активно настаивает на праве, извините, процитирую одного известного, к сожалению, Диеча, мочить врага в сортирах. Вот реально, наверное, пришла пора и нам мочить врага в его сортирах, этих сраных, а не на хороших унитазах, которые, наверное, на всех россиян не хватило, когда они крались здесь. Но это такая непростая штука, ну, не знаю, наверное, те, кто говорят так уверенно об этом, они до конца просчитывают различные варианты, потому что было бы это просто, и, наверное, давно бы и штаты, и англичане дали бы нам это разрешение. Мы видим, что как бы англичане более в этом плане радикальны, и они как бы, ну, настаивают на этом, но без штатов, с учетом их субординации, такая штука пока не проходит. Политика пишет, ну, значит, какие-то лоббисты Украины, в хорошем смысле, ну, через это издание авторитетное, пытаются, как бы, ну, подтолкнуть этот вопрос. Будет или нет решения, ну, давайте подождем, посмотрим, увидим. Я, наверное, склоняюсь к тому, что скорее да, чем нет. Объясняю, почему. Вот сколько прошло с момента нашего, вхождения наших сбройных сил на исконно украинские территории Курской области? Вот сколько? Ну, больше месяца, да, чуть больше, да, да. Я в начале, думал, честно вам скажу, в начале первое впечатление, что это авантюра. Теперь смотришь, оказывается, что и не авантюра совсем, да, я шляпу снимаю, да, молодцы, наверное, правильно прочитали, и ничего страшного, это и тот царь оказался вот таким дырявым и ничего сделать не может пока, понимаете, от этого, конечно, там есть расходы, ну, и жертвы, конечно же, есть, вот, но это, пока я вижу позитив, ну, в стратегическом плане, поэтому вполне допускаю, что это тоже очень важный момент. Что касается укрытий, ну, уже все, что можно, укрепили, по-моему, понимаете, просто я просто, вот напомню, очередное заявление премьера, это неделю назад ровно состоялось, во вторник прошлый, но после которой я понял, что вообще обращать, ну, серьезно относиться к премьеру и к Ориду нельзя. Премьер на встрече с журналистами сказал дословно следующее, потому что он понимает, что скандал с этими укрытиями и с затратами, и эффективностью этих укрытий энергообъектов все равно никуда не денется, он заявил приблизительно дословно следующее, мы начали строить в 22-м году в конце 22 объекта защиты укрытия третьего уровня, на самом деле он ошибается, их 7 там начали третьего уровня строить, но пока проедем это, я вижу, что он такой, он потерялся с этими укрытиями, и он говорит, 22 начали строить, они оказались очень дорогостоящими, внезапно, внезапно они оказались, да, то есть они начали... Они дурочки не знали, что там каждый этот объект стоит там по 10-15 миллиардов гривен минимум, да, а теперь выяснилось, что общая стоимость сотни миллиардов гривен внезапно, и поэтому мы приняли решение заморозить эти объекты и не достраивать их, законсервировать, деньги заморозили, объекты законсервировали, ну извините, мы ошиблись, мы потратили там 20-30 миллиардов гривен, кто их считал, ну подумаешь, ошиблись, мы ошиблись, так получилось, а кто, чья голова слетела, ну кто, ну это, это, извините, вот в той войне по законам военного времени расстрел на месте вот так и быстро, причем, да, следствие, кто, кто подписал, кто это сам, понятно, что это были документы, подписывал премьер, кто ему там пальцы вставлял в дверь, я не знаю, но взрослый дядя, который премьер, глава исполнительной власти страны, не может такие вещи подписывать, а если ты уже подписался и говоришь, что это ошибка, ну выйди и застрелись из меня, пожалуйста, ну вот так, ну извините, я так цинично-прагматично, он на посаде спокойно, абсолютно, присущей ему флегматичной манере, говорит, ну мы ошиблись, на 30-ку там ошиблись, ну подумаешь, а сейчас мы ее соберем с бизнеса, эту 30-ку и пополним там, туда-сюда 30-ка, кто там ищет, поэтому укрытия, те, что могли, построили, я не думаю, что там кардинально что-то изменится, но понятно, что лишними, самые дешевые вещи, как мешки с песком, если там по 10-ти, единственное, по 10-ти кратной, ну не надо по 10-ти кратной цене покупать эти мешки и песок, ну хоть совесть имейте, ну там в полтора раза завышать, ну в два, понимаете, но не в это самое, не в 10 раз, но тем не менее, укрытие, ну все, все, что могли, все построили, и есть еще один аргумент, конечно, это то, что могут сделать реально жители, граждане, это что-то сделать у себя в домах и в квартирах, но они и так уже все понимают, там кардинально что-то быстро сделать невозможно, и эту распределительную, распределенную генерацию кардинально быстро, ну нельзя объемы, значимые построить, президент сказал куда-то, гигаватт там, ну ему придумают, нарисуют на бумаге гигаватт, кто его проверит, этот гигаватт, реально там будет, сколько-то какие-то объекты введут, ну они какую-то миссию выполнят, но сказать, что они кардинально спасут, точно нет, еще очень важный фактор, это импорт электроэнергии, вот там увеличить пропускную способность, перетина вот этого, сечения с пятью странами, но теперь смотрите, как интересно у нас получается, у нас из этих пяти стран, очень непростые у нас соседи, Румыния, сегодняшнее заявление министра энергетики, что мы уже дальше не можем Украине импортировать, нам самим не хватает, Венгрия, которая говорит, парни, парни, у нас тут свое видение, мы нефть хотим через вас там по трубе получать, да, ну газ они по другому коридору получают, ну еще что-то хотим там, да, поэтому у нас тут свои сложные, с вами там, в том числе и по Зарпатью, и тра-та-та, тра-та-та, да, Словакия, непростые парни очень, которые говорят, ребята, нам очень газ нужен, мы не знаем, как он называется, российский или не российский, но у нас из другого, из другой трубы, кроме вашей, он никак не зайдет, а нам наши 5 миллиардов нужны, поэтому вы там как-то решайте, потому что электроэнергия к вам же через нас заходит, Польша со своими, ну тоже такими яркими, национальными, вот прагматичными, да, вот такими, как это про, эгоистичными, да, вот эгоцентричными с точки зрения Польши, действиями, то есть вроде они наши типа и братья, но как бы это братья, ну за хороший, ну в обмен на что-то там, понимаете, ну и Молдавия, которая, ну у нее нет ресурса, она чисто географически стоит, поэтому, поэтому, вот эти все факторы и склад, ну как бы они вот эту энергобезопасность, нашу вот эту картинку, как-то палитру, ну составляют, поэтому, насколько она цельная, и она неразрывная, ну есть там везде проблемы, ракеты, это ракеты, особенно 200 этих иранских, этих ракет, еще же, КНДРские, там понятно, что там свое, поэтому нас ждет нелегкая зима, проблемы будут обязательно, я единственное уверен, что Армагеддона не будет, понимаете, ну то есть катастрофы не будет, а вот проблемы, к сожалению, будут в разных регионах, более того, по-разному, давайте не путать, Харьков это Харьков, молимся все на него, Сумма это Сумма, Киев это Киев, тут будет концентрация ударов, но тут и наибольшая концентрация ПВО, понимаете, западные регионы, каждая область, как-то Одесса будет страдать, Днепр будет страдать, к сожалению, Запорожье будет страдать, ну все как всегда, последние годы, поэтому будем выживать, а выход, есть какой-то выход в другую, нет, главное паники не разгонять, потому что сейчас столько паникеров, что я бы давно уже начал бы их потихоньку на месте СБУ там потихоньку изолировать от общества, любыми разумными средствами, я не против борьбы, ну дискуссии с инакомыслящими, но когда откровенную халиматью с паникой начинает, все пропало, мы замерзем, клиент уезжает, гипс снимает и так далее, но это уже, оно ни в какие ворота не лезет, зачем народ и так будоражит, и так людям нашим не сладко, но как-то так. Да, причин для стресса хватает, это правда, но вот вам, как человеку, который точно разбирается в этой сфере, мы доверяем в том, что Армагеддона не будет, и это нас, конечно, немножко успокаивает. Алексей Юрьевич, вам спасибо большое за разговоры, за то, что вы для нас нашли время, Алексей Юрьевич Кучеренко, народный депутат Украины, был сегодня у нас в гостях на Политеке, друзья, моя благодарность вас, вам нас больше миллиона, это ваша заслуга, продолжайте в том же духе, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, делитесь видео в соцсетях, и тогда как можно больше людей услышат ответы на свои вопросы, это очень важно, чтобы разобраться во всей этой информационной кутерьме, которая нас с вами окружает. Мы обязательно увидимся в следующих эфирах, меня зовут Анастасия Гусарева, вы себя, пожалуйста, берегите. Анастасия Гусарева